Приветствую вас. Давайте мы с вами по порядку пройдемся по тому, что вы написали. Во-первых, вы говорите, к кому вам обратиться? Либо к психологу, либо к психиатру. Ну, я полагаю, что вначале вам стоит обратиться к врачу и пройти полное медицинское обследование у врача. Это первое. Да? То есть никакого там вообще психолога, никакого там вообще психиатра, вот всякая такая история, ничего. Сперва просто врач. Вы говорите, что у вас болезнь, вполне возможно, что болезнь как-то на вас влияет. Я, конечно, не знаю как, но может быть, вот. То есть до тех пор, пока, до тех пор, пока у вас не будет здорового тела физиологически, да? Можно говорить отчасти о том, что все это с вами происходит, это все результат вот данной болезни. Вот. Я не знаю, вас можно, ну, можно заниматься с, можно заниматься с психологом, можно работать с психиатром, все это можно, можно делать. Но, по факту, по факту, если у вас болезнь, то болезнь будет все это блокировать. Так или иначе. Вот. Поэтому именно такая история. Это к вопросу о том, к кому обращаться. Дальше. Вполне возможно, что обратиться лучше к психиатру после. В зависимости от того, какая у вас форма обострения вот этого вашего состояния. Ну, то есть, вот как вы себя чувствуете. Вы говорите, что у вас есть страхи, вы боитесь своих близких, боитесь умереть. Ага, вот это, вот это вот, вот это все. Вот. А, и так далее. То есть, безусловно, безусловно, это все возникло не просто так. Тем более, что раньше вы были другой. То есть, болезнь, госы, не поступление на бюджет. Я, если честно, не думаю, что это сыграло решающую роль. Скорее всего, это было в вас скрыто. Скорее всего, это было как-то вот всегда. Просто вы, возможно, этого не замечали. Вот. Скорее всего. Скорее всего, такая история. Вот. И после этих ситуаций, да, они оказались для вас травмирующими. То есть, вы говорите, что вы плохая дочь, а разве дочь может быть плохой? Вы говорите, что вы ругаете себя за то, что, значит, плохо готовитесь к занятиям, но разве эти занятия вам самой не нужны? То есть, почему вы себя ругаете? Получается, что вы учитесь не для себя, а для кого-то? То есть, согласитесь, это несколько странная позиция. Вот. Ну и то, что вы плохая дочь, это не могло не взяться из ниоткуда. То есть, очевидно, что вы чувствуете некое такое давление на вас со стороны родителей. Ну вот. И чувствуете, что они от вас, ну, грубо говоря, они от вас всего-то хотят. Вот. Что-то они ожидают от вас. И вы боитесь их ожидания не оправдать. Вот. Ну, опять же, опять же, согласитесь, что, ну, что это странно, пытаться оправдать ожидания родителей в том, в чем занимаетесь вы. Я не удивлюсь, если родители все время возлагали на вас вот эти вот завышенные какие-то ожидания, которые вы, в общем-то, может быть, даже и выполнять-то никогда не хотели. Вот. Ну, естественно, тут нужно обязательно оговориться, да, оговориться о том, что, может быть, все было немного не так, но тем не менее, тем не менее, тем не менее. То есть, понимаете, в какой-то момент вы приняли решение, да, действовать вот так. И вы действуете так. Психиатр может вам помочь только тем, что выпишет, например, препарат какой-нибудь, который позволит вам, ну, грубо говоря, чувствовать себя, скажем так, несколько лучше. Да, то есть, иметь, ну, иметь возможность заниматься психотерапией. Вот. А психотерапию вы вообще будете проводить либо с психологом, либо в формате грубовой терапии. То есть, тут вот как вам уже предпишет психиатр. Я полагаю, что после, после физического освидетельствования вам нужно, как бы, обратиться к психиатру, который уже направит вас к психологу, либо на грубовые занятия. Вот. Штука в том, штука в том, что когда вы пьете транквализатор, принимая транквализатор, вы начинаете верить, что все получится. Только в том, что не верить нужно в то, что все получится, как в той песне Берна старая. Вот. Понимаете? Не верить нужно в то, что получится, а необходимо искать причины, по которым такое ваше, значит, состояние стало возможным. Понимаете? Вот. А верить в лучшее, при этом ничего не делая, да, верить в лучшее что-то, при этом ничего не совершая, это, это путь никуда. Вот. Знаете? Такая история. Значит, а теперь, что касается навязчивых ваших идей и вообще состояния в целом. его, конечно, требуется разбирать, что это за состояние такое, почему оно вообще имеет место у вас, откуда оно взялось. Вот. Но я полагаю, что вот в результате болезни, то есть вы к болезни относитесь почему-то очень негативно, беззвучно кричите, что хотите умереть. Вот. С чего бы это вдруг вы так реагируете на болезнь свою? То есть откуда у вас такой, такой, такая реакция на болезнь? Почему она вас так травмирует? Судя по всему, болезнь это не смертельная. Вот. Иначе бы текст был бы совсем другим. Вот. А раз болезнь смертельная, то, соответственно, как бы, возникает вопрос. Вопрос, именно, связанный с реакцией. То есть, почему у вас она такая? Откуда такое вот желание умереть? Я бы сказал, что вы показались мне человеком, который склонен, знаете, как-то вот, может быть, винить себя, брать чрезмерную ответственность на себя. Ж. Ж. Вот. Мне показалось, что вы именно такой человек. И если это так, то у этого опять же есть свои причины. нужно эти причины выяснять. Знаете? Вот. Ну, это, конечно, работа для индивидуальной терапии. Вот. Важно, что то, что происходит с друзьями вашими, не ходить никуда, то, что вы везде видите смерть, представляете себя, как будто вы умираете и так далее. Вот. Ага. Это сценарий, поведенческий сценарий, я убью себя. То есть, я хочу себя убить. То есть, это сценарий такой вот всех алкоголиков, наркоманов и так далее. Важно, он проявляется вот так. Вот. Естественно, этот сценарий возник не просто так. Либо родители, либо другие значимые фигуры вам его как-то внушили. Вот. Не обязательно осознанно, но внушили. И, соответственно, соответственно, вам его нужно увидеть, вам нужно перешить заново тот эпизод своей жизни, когда вы посчитали, что не имеете права, например, жить так, как вы живете. Вот. Я полагаю, что это тоже такой очень важный момент для вас. Вот. Ну и, соответственно, постепенно, постепенно менять свое отношение, менять отношение к себе и к окружающим. Вот. Очевидно, что близкие и мнение близких для вас очень важно. То есть, ну, гораздо более важно, чем это обычно бывает, чем это обычно происходит. Ну, может быть, в норме или как-то еще. Вот. То есть, ситуация здесь, она вот такая. Понимаете? Она вот такая. И вопрос заключается в том, готовы ли вы работать с этим. Вот. КП вы любите что-то делать с этим. Понимаете? Эээ, обещать в данном случае вам, но я рекомендовал бы действовать именно вот в таком ключе, как я описал. Потому что это наиболее такой адекватный вариант для вас. Вот. Ну, по моему мнению, наиболее правильный вариант. Наиболее такой, ну, благополучный для вас, скажем так. Вот. То есть, это лучшее, что вы можете сделать для себя. Это лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы улучшить свою жизнь. Вот. Ну, а пока я рекомендую вам, знаете, такое средство есть от навязчивых идей, от навязчивых мыслей. Вот когда, каждый раз, когда вы думаете о чем-то такого плана, старайтесь думать в этот момент о, ну, например, сексе. Старайтесь думать о сексе в этот момент. Как насчет сексуальной фантазии. Вот. Попробуйте. Кто знаешь, может быть, вам будет лучше. Если не можете, если не можете думать о сексе, значит, так стоит запрет на секс. На секс. На сексуальные фантазии. А запрос на, запрет, точнее, запрет на сексуальные фантазии, простите, это уже, ну, это уже куда более важный и серьезный момент. Может быть, в этом, с этим именно и связано то, что с вами происходит. Кстати, у вас абсолютно никакого упоминания нет о личной жизни вашей. Абсолютно нет никакого, значит, ну, никакой позиции, связанной с личной жизнью, с парнями, ну, или с девушками, не знаю. Вот, в современном мире, возможно, все. Вот. То есть, нет абсолютно никакого вот этого вот у вас проявления личной жизни. Вот. И я полагаю, что у этого тоже, скорее всего, есть свои причины. То есть, не просто так это возникло. Знаете, ни, ни откуда возникла эта ситуация. То есть, есть друзья, есть коллеги, да, и есть, может, кто, ну, есть сокурсники, да, наверное, вот, все это есть. А вот мужчин или девушек? Нет, почему, почему-то. Вот. Ну и, соответственно, вопрос возникает, почему нет. Вот. Ведь, ведь, ведь важный момент, знаете, важный момент. То есть, причины этого. Вот. Меня интересуют причины. Вот об этом я и рекомендую вам подумать. Как следует. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите мне в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. 等等, потому что� temperature fan. Owen. Меня рignant. Я doe на белой пffkleе. Перев неран. Эта. Эта защита за чехит от юта.